Дина Партыка почувствовала себя героем фильма «Бриллиантовая рука». Шла, упала, очнулась уже в гипсе. Виной всему – гололед. Неотложную помощь ей оказали в травмпункте больницы имени Пирогова. Даже не ожидала, что настолько хорошо. Что дежурная приняла, что Александр Васильевич моментально все сделал. А самое главное, что и в рентген кабинете тоже моментально два раза снимок сделали, до репозиции, после репозиции. Все так быстро, я даже не ожидала. Перелом лучевой кисти руки – самая распространенная травма при падении на скользком льду. Уже более тысячи человек обратились в этот травмпункт с начала зимы. Если вы пострадали, то врачи советуют обращаться в ближайшие больницы. Неотложную помощь обязаны оказывать в круглосуточном режиме, вне зависимости от места жительства и наличия страхового полиса. Не паниковать, приложить к ушибленному месту сразу же холод. Руку постараться иммобилизировать подручными средствами. Это могут быть и журналы, и газеты, и фанерка. И обратиться в ближайшие лечебные учреждения города Самары. Чтобы избежать травм при падении, специалисты советуют сгруппироваться и постараться присесть на скользкую дорожку. Лучше не вставлять для страховки руки. И главное – беречь голову. Я сам не раз падал, и мой друг сейчас сломал ногу из-за этого, получил на сессии 2. Не падал, слава богу, но у меня мама старенькая, на улицу мы ее не пускаем просто-напросто. Падал, упал в этом году так, что прям вот со всего размаха вокруг людей аж прям сгруппировались и начали спрашивать молодой человек, как себя чувствуете. Впереди праздник. Время застолья и гуляний. Врачам будет не до отдыха. Как показывает опыт, в новогодние каникулы количество пациентов значительно возрастает. Особенно у травматологов и нейрохирургов. Денис Мизгирев, Станислав Манин. События.